Дворцу спорта химик имени Николая Семеновича Эпштейна исполнилось 55 лет. Торжественная церемония прошла во Дворце культуры и тоже химик, но только имени Николая Ивановича Докторова. Эти двое тренеры директора химического производства своими решениями предопределили судьбу Воскресенска, который стал городом хоккейной славы. Именно здесь воспитывались, получили путевку в жизнь выдающиеся спортсмены, звезды нашей эпохи, олимпийские чемпионы и обладатели Кубка Стэнли. Именно здесь тренировались на льду наши прославленные фигуристы. Строительство такого сооружения, как Дворец спорта, в небольшом городе – экстраординарное событие. Арена, рассчитанная на 4000 мест, уж слишком масштабна для Воскресенска не по чину. Но Николай Докторов смог убедить советское руководство, что это необходимо для развития города. Люди, которые думали о развитии этого города, создали огромный задел спортивной славы, дали огромный импульс для развития спорта в нашем городе. Химик стоял, стоит и будет стоять. И пользуясь терминологией хоккейной, я бы сказал, 55 – это не цифра, это счет на табло. 5-5. Матч продолжается. Ледовая, как и прежде, точка притяжения. Здесь тренируются воспитанники школы Олимпийского резерва «Химик», играет команда профессионалов в высшей хоккейной лиге. В торжественный день чествовали всех, чей труд обеспечивает комфортные условия для спортсменов. Это администраторы, экономисты, бухгалтеры, водители, медсестры, уборщики и другой персонал. Михаил Игромов Михаил Игромов – водитель транспортно-уборочной машины в Ледовом дворце «Спорта Химик». Подготовка льда состоит из трех основных этапов – срезание, уборка старого покрытия, заливка нового слоя и итоговая полировка и разравнивание. Здесь много нюансов. Вода, смягчители, все это идет. Ну, потом, опять же, тоже мастерство со временем отрабатывается. К работе надо с душой относиться. Вот это бы я сказал, да. Когда так, вот прийти просто, как бы пробыть время, это… Своё имя хоккейная команда и Ледовый дворец получили в честь химического предприятия. История комбината – это и история города. Без воскресенских минеральных удобрений не было бы арены, а без нее – знаменитой команды, ее школы и спортивных успехов. Комбината 90, Ледового дворца 55 – у нас еще все впереди. Поэтому от всей души примите наши самые искренние поздравления и пожелания доброго здоровья всем, кто сегодня в этом зале, кто сейчас на трудовом посту. С праздником, с юбилеем, здоровья всем и успехов! В знаменательный день химики поздравляли мастеров ледовых дел, старейших сотрудников сферы. От компании «Уралхим» и Воскресенского завода минеральных удобрений ветеранам Ледового дворца вручили памятные подарки. 55 лет – много по меркам одной жизни, но по меркам истории все только начинается. Александр Иванов, Дмитрий Волнов. Новости Искровакт.